Дорога Далее, мы сегодня решили провести такую экскурсию по городу и посмотреть, что же происходит. И действительно, в Ангарске повсюду ведется ремонт. И это неудивительно. Наш округ участвует в федеральных, в региональных и в муниципальных программах. Кроме того, в этом году Ангарскому округу необходимо освоить миллиард рублей, которые выделили нам из областной казны. Сейчас за моей спиной ведутся работы. Совсем скоро здесь появится новое современное общественное пространство. И сам современник тоже преобразится. Кроме того, там в районе Шайбы также ведутся ремонтные работы. Когда начался ремонт фонтана у современника, в социальных сетях многие писали, что лучше бы отремонтировали эту часть парка «Современник». И вот ремонт здесь ведется. Сегодня в парке Дворца культуры «Современник» ведется масштабная реконструкция. Рабочие подрядные организации трудятся у фонтана, а также меняют покрытие и благоустраивают территорию. В 2023 году это пространство захотели улучшить почти 4,5 тысячи жителей округа. У фонтана запланирован ремонт чаши и дорожек. Пешеходные пространства будут выполнены из плитки и асфальта, а также в парке установят новые скамейки и освещение. Замену материала решили произвести. Плитка абсолютно не держится на фонтане, поэтому будет иная технология применена. Сохранен исторический цвет ограждения фонтана. Будет отремонтирована стелла фонтана. Сейчас приняли решение применить светодинамическую подсветку. А с другой стороны «Современника» установят детскую познавательную площадку. Подрядчик уже завершает подготовительные работы. На общественной территории появятся игровые архитектурные формы. Также здесь разместят игровой интерактивный элемент «Аудионетик». Выбранная жителями округа территория изменится до неузнаваемости. Конечно, радостно. Естественно, это хорошо, когда идет реконструкция, все обновляется. То есть, естественно, душа радуется и глаз. Как радостно, да вообще радостно. Мне нравится то, что сейчас меняют дорожки, все делают все для удобства жителей. Это классно, это такой придает тонус. И радость, что что-то меняется, меняется в лучшую сторону. Мы голосовали за эту территорию, поэтому мы очень ждем с нетерпением, когда будет что-то интересное, мы хотим узнать побыстрее. Обновления есть, конечно, и не только здесь, по всему городу есть. Вот, например, здесь, вот видите, это покрасили детям. Все-таки красиво, не то, чтобы было обшарпано. Хорошо, что взялись за этот фонтан, наконец-то, к концу лета. Будет он работать, нет, не знаю. Ну, в принципе, у нас город-то неплохой, хороший, я его люблю. Долгожданное открытие фонтана запланировано на 15 августа. Глава округа Сергей Петров отметил, что работы идут по плану и должны завершиться в назначенный срок. Рядом с фонтаном появится уличная библиотека. Здесь установят шкафы, куда ангарчане смогут приносить книги либо брать их для прочтения. Безусловно, любые строительные работы создают неудобства. Но, чтобы было хорошо потом, сейчас нужно немного потерпеть. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», а также областной субсидии в Ангарске в этом году ведется ремонт рекордного количества улиц. Причем ремонт ведется комплексно. Не только меняется асфальт на проезжей части, но и освещение, тротуары и бордюры. О том, что Ангарск ждут масштабные изменения, стало ясно еще в прошлом году. Тогда региональная субсидия, выделенная из бюджета Иркутской области, позволила отреставрировать более 25 километров дорог и десятки общественных пространств. В текущем году планы еще грандиознее. Сегодня имеем возможность решать эти задачи не только от улицы, но и проезды, внутрикварталку. В общем, это большой спектр, и у нас, по сути, в этом году рекордный объем работ в части благоустройства. Если мы все в совокупности берем, это, наверное, порядка миллиарда рублей только на работы в рамках благоустройства. Никогда в Ангарске такого не было. Только благодаря региональной субсидии работы проведут на 20 улицах Ангарского округа, в отдаленных микрорайонах, а также в Мегете. На ремонт внутриквартальных проездов выделено порядка 100 миллионов рублей. Такие работы уже стартовали в 89, 177 и 188 кварталах. Помимо областной субсидии, большой вклад в развитие округа вносит нацпроект «Безопасные качественные дороги». В общей сложности в Ангарске запланирован ремонт 13 внутриквартальных проездов. Отремонтируют более 25 улиц, а также подъезды к городу. Рабочие благоустроят общественные пространства в 93, 96 и 178 кварталах. На каждом объекте установят современное освещение, урны и скамейки. Если на этом участке улицы Горького дорожные работы в самом разгаре, то на этом еще пока работают сотрудники Ангарского водоканала. Они меняют старые трубы на новые. Уже после них сюда зайдут дорожники. Сейчас именно мы это затеяли, потому что следом КЖКХ запускается до замены асфальтно-бетонного покрытия. Мы сейчас тут все произведем, закроем, утрамбуемся, и потом можно новый асфальт прокладывать. У нас есть примеры по стране, что сначала сделают асфальт, а потом начинают делать трубы. Мы решили в обратную сторону пустить. Сначала трубы, а потом все остальное. Еще раз о неудобствах. Безусловно, конечно же они есть, но это того стоит. Совсем скоро старая, привычная, центральная, историческая площадь города Ангарска изменится до неузнаваемости. Визитная карточка каждого города, центральная площадь в Ангарске, она носит имя Ленина. Реконструкция этого объекта стартовала недавно. Работы на общественном пространстве введут сразу три подрядные организации. Первые отвечают за электрику, вторые установят современное звуковое оборудование, а третьи покроют площадь плиткой из гранита. Замены покрытия на более красивую и качественную плитку. Расширим также парковки возле библиотеки и возле здания администрации. Не затронется у нас памятник Ленина, он останется у нас. Также поменяются мафы, то есть лавочки, урлы. Площадь Ленина будет вымощена из натурального камня. Здание администрации и Дворца культуры «Нефтехимик» украсит современная подсветка, выполненная по проекту профессионального дизайнера. Также подрядчик установит новые опоры освещения, а все кабельные линии будут проходить под землей. Площадь изменена в плане парковочных карманов. Расширены будут парковки. И в то же время сохранена геометрия самой площади. Перед «Нефтехимиком» мы парковку устраняем. У нас получается площадь в правильной геометрической форме, квадратная. Стоит отметить, что финансирование масштабного проекта осуществляется благодаря областной субсидии. По контракту подрядчики обязуются завершить все работы не позднее 30 сентября. Сейчас специалисты устанавливают новые бордюрные ограждения, освещение и меняют проводку. Дорожный ремонт ведется по всему городу, включая отдаленные микрорайоны и внегородские территории. В рамках рабочего визита в МИГЕД глава муниципалитета Сергей Петров также проверил ход ремонтных работ. Первым объектом выбрали спортивную площадку напротив хоккейного клуба «Альтаир». Там в рамках инициативного проекта устанавливают многофункциональную локацию с искусственным газоном. Для завершения строительных работ маленькие спортсмены тренируются на крытом стадионе. В настоящее время выполняются мероприятия по подготовке основания, дренажной работы и устройстве траншеи для отвода грунтовых вод. Размеры данной площадки у нас предусматриваются 30 на 16 метров. Там будет расположено мини-футбольное поле, волейбол и стойки для баскетбола. На материалах не экономились, ограждение установили самое лучшее. А это уже бывшее здание МИГЕДской радиостанции номер один. Здесь планируется открыть молодежный центр. Работы начались в 2023 году. На сегодняшний день подрядчик выполнил капитальный ремонт фасада, кровли, заменил оконные блоки. В 2024 ведется внутренняя отделка здания. На первом этаже будущего центра планируется разместить конференц-зал для проведения мастер-классов и семинаров. Кроме того, здесь появится зона отдыха с настольными играми, компьютерный класс, кабинет прикладного творчества и медиа-центр. На втором этаже будет расположен многофункциональный зал для спортивных занятий. К тому же благоустроят прилегающую территорию. Пока демонтаж весь закончили, полы отремонтируют. Также в поселке МИГЕД появится своя аллея любви. Благоустройство территории ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Длина парка почти 300 метров. Здесь предусмотрены игровые зоны, спортивные комплексы и баскетбольные стойки. Основа дорожки следующей, основная остается, спортивная площадка, детство остается на этом месте, дальше спортивная. И дорожки все подходит. В детском смысле это демонтируется? Это демонтируется, а новое, на резиновом покрытии. И теннисный ход. Парк сам по себе немножко на джунгли похож. Но сюда зайдет предприятие парки Ангарска. Зеленые насаждения получат уход, острижку. Кое-где здесь будет расчистка. То есть из этих джунглей будет настоящий парк. Дорожки, освещение, вся эта атрибутика, само собой, здесь будет. Поэтому я надеюсь, что такое уютное место, мы сейчас видим, как здесь хорошо, в жаркий день, станет популярным у Мегетчан, будет пользоваться спросом. Последняя точка рабочей поездки – подъезд к поселку Ключевая. Дорожное полотно прокладывают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его протяженность почти 4 километра. С 80-х годов 20-го века дорогу не обслуживалось и не ремонтировалось. Дорожники уже расчистили обочины от растительности, максимально расширили проезжую часть, очистили и уплотнили участки, а также выполнили работу по укладке первого слоя. Их предусмотрено два. Также установят более 50 фонарей, появятся дорожные знаки, остановка и пешеходные переходы. Я думаю, что это, наверное, такое серьезное событие, позитивное для тех садовоз. В основном, это, конечно, садовоз. Стеклянки не так много. Это жители и основная масса – это садоводы по данной дороге. Конечно же, есть еще над чем работать, но то, что выполнено, я думаю, это уже серьезное продвижение в качестве транспортного обслуживания. Все ремонтные работы планируется завершить в течение четырех месяцев. А что касается ремонта дорог, то в этом году количество отреставрированных километров должно стать рекордным. В настоящее время, помимо стеклянки, асфальт укладывают более чем на десяти улицах Ангарска. Кроме того, представители администрации оценили ход работ по восстановлению дороги по улице Мира. Реставрация выполняется в рамках областной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Эта трасса предназначена для передвижения грузового транспорта в период пассивных и уборочных кампаний. В том числе, этой дорогой пользуются для завоза топлива на Котельную, минуя центральные улицы Саватеевки. Провели восстановительную работу по улице Мира. Дорога была сделана в том числе и для сельхозпроизводителей. Работы полностью выполнены. Мы проверку осуществили, оплата у нас будет в июле. Какая протяженность? Протяженность дороги получается чуть меньше километра, 800 метров и площадь 4,5 тысячи квадратных метров. Также в селе Саватеевка реставрируют мемориал памяти. Его восстановление выполняется в рамках госпрограммы развития культуры. Увековеченная история о героях Великой Отечественной войны находится рядом с местным домом культуры Нива. На памятнике отремонтируют фундамент и благоустроят прилегающую территорию. Мы планируем по инициативным проектам зайти на лестницу. Какие-то газоны разбиваете, озеленение какое-то? Будут дополнительно три скамьи. А это здание бывшего восьмого училища. Здесь полным ходом идет капитальный ремонт. Он будет завершен 20 декабря. И уже совсем скоро в этом историческом здании зазвучат детские голоса учеников школы номер 10. Первый объект благоустройства, который посетила местная администрация – общеобразовательная школа номер 31. Здесь установили обновленные ограждения, а также благоустроили территорию. Но проблемным вопросом остается состояние спортивной площадки. Впрочем, этот вопрос намерены урегулировать до конца текущего месяца. Приближаются к завершению аналогичные работы и в 29-й школе. Ранее здесь установили новые футбольные ворота, многофункциональную спортивную и баскетбольную площадки, лавочки и освещение. После школ делегация отправилась на проверку дошкольных учреждений. В 25-м детском саду полностью обновили асфальтовое покрытие. Сотрудники отметили, что работы выполнены безупречно. Но из-за сильных ливней вода стекается в подвальном помещении. Ко всему прочему, главный вход здания требует капитального ремонта. В 2024 году в рамках областной субсидии в Ангарске благоустраивают более 15 общеобразовательных и дошкольных учреждений. Общая сумма затрат превысит 60 миллионов рублей. Помимо намеченных работ, решаются и второстепенные задачи, к которым не могли приступить долгие годы. А этот объект уже пережил капитальный ремонт. Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству территории. И совсем скоро двери откроются для учеников школы номер 37. Это была программа «В центре внимания». Смотрите нас на сайте actistv.ru. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok